Правоохранительными органами при поддержке администрации Ленинского городского округа и казачьей дружины было проведено профилактическое мероприятие, направленное на повышение уровня безопасности на объектах железнодорожного транспорта среди несовершеннолетних. Основные нарушения это проход железнодорожных путей в неустановленном месте, что ведет к травматизму, травмированию гибели детей, так как железная дорога это объект повышенной опасности и травмы полученные на данном объекте очень тяжелые либо смертельные. Главной задачей было напомнить юным пассажирам о правилах поведения на объектах железной дороги. Для этого им раздавались агитационные буклеты. Благодаря беседам, проведенным родителями, дети оказались хорошо осведомлены о том, как надо себя вести на станциях. Я когда перехожу дорогу, я все время выключаю телефоны и наушники вытаскиваю из уш и смотрю по сторонам. Можно упасть на железную дорогу. Нельзя подходить в желтую, можно на ней стоять, но за нее нельзя заступать. Это предел. Специально поставили. Перед тем, как вы подходите к железной дороге, что нужно сделать? Надо осмотреться, поезд нету или нету. Осмотреться самое главное. Подобные профилактические мероприятия необходимы, ведь несчастные случаи на железной дороге, к сожалению, происходят. Не далее, как в этом году, трагедия разыгралась и на станции Расторгуева. Дети пострадали, непосредственно переходили пути в неположенном месте, в связи с чем поезд свою волну зацепил. И вот один ребенок пострадал, второй ребенок, к сожалению, погиб. Также отдельно стоит сказать, что правоохранительные органы ведут борьбу с зацеперами. Чаще всего это подростки, катающиеся на крышах электричек, кабинах машиниста или между вагонами. За такое хулиганство им грозят административные санкции. Наказание, штраф, либо административное задержание на срок до нескольких суток. Но, как правило, это штраф. Такие акции на железной дороге будут продолжены и в будущем. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ.